И еще об охоте, правда, уже за браконьерами. Накануне из рейда по побережью Баренцева моря вернулись сотрудники Центра природопользования. Инспекторы на протяжении двух дней выслеживали нарушителей закона. К рядам защитников ценных пород примкнул и наш коллега Дмитрий Хозяинов. Вряд ли этот рыбак, отправляясь в плавание, подозревал, что сегодня не самый лучший день. Стотысячный штраф. Вот чем может обернуться жителю деревни Носовой незаконный вылов краснокнижной семги. Браконьера поймали в районе болванской губы и, что называется, за руку. В тот самый момент, когда лодку настиг инспекторский катер, рыбак как раз тянул из воды сети. Какого права иметьте снимать без разрешения? Пока одни курсируют вдоль побережья Баренцева моря, другие патрулируют с воздуха. На вертолете инспекторы делают облет по самым забидным браконьерским местам. Следующий объект – мыс Константиновский. Здесь расположена метеорологическая береговая станция. Тут постоянно живут люди, наблюдая за погодными изменениями. Мы расположились на берегу Баренцева моря, в 180 километрах от Наринмара. Вот он, край земли. Настоящая русская артика. В скором времени здесь, близ мыса Константиновский, будет расположен стационарный пост. Это значит, что у браконьеров остается все меньше и меньше шансов уйти от правосудия. На морской границе Ненинского округа лишь в этом году появились специальные посты охраны. Один из них на участке Мархида, где проходит административная граница с республикой Коми. Второй находится в районе деревни Юшина. Дежурство будет круглогодичным. Охраной займутся сотрудники полиции, инспекторы центра природопользования и пограничники. Ситуация меняется. Вот 16 лет назад здесь практически все побережье было в сетях. Сейчас это поменьше. Вот, ну, видимо, народ начал понимать, что закрыта эта территория. С 1 июня по 30 октября. Это уже правило мироволосства для северного рыбохозяйственного бассейна. Четко прописано. И никакого лова здесь с сетными орудиями быть не должно. Кто-то понимает, кто-то пока, видимо, еще не допонял. На побережье Штиль на часах в 8 утра полицейские сотрудники отдела биоресурсов выходят в море на отливе. Идти приходится далеко, прежде чем появится возможность запустить мотор. По акватории курсируют две лодки. Только за один месяц в подобных рейдах полицейские составили уже больше 70 протоколов. Изъято почти 10 километров сетей. Под уголовные статьи попало 4 человека. Перед очередным вылетом вновь разработка маршрутов на карте. Следующий пункт – рыболовецкий участок Алексеевка. Летим еще дальше на восток. Здесь стоят одиночные домики. Сеток в пределах акватории не видно. А все потому, что их успели снять до прилета сотрудников Центра охраны природопользования. Важно отметить, что в этих местах рыбы ловят на продажу, а не для тихого семейного ужина. Специалисты владеют всей необходимой информацией. В районе Паханческой губы идет вылов в промышленных объемах. Семгу вывозят целыми бортами в соседнюю республику Коми. Основная проблема – это все-таки режим, соблюсти режим тишины. Ну, то есть это, чем меньше народу знает о вылете, тем лучше. Вы сами заметили, что переезжая, перелетая ближе, ближе сюда, в район. Речка худая и так далее. Уже видно, что сети сняты. Видите, народа нету. То есть находим скроны, землянки, балки. Все на месте. Кастрюли, чайники, все на месте. Людей нет. Все знают, сообщают, сетки снимают. Вот это самая основная проблема. Двухдневная поездка принесла хорошие результаты. Оформлены два нарушителя, изъято более двух километров сетей. Конфискованную рыбу сжигают прямо здесь, на побережье. 21 хвост съемки и 5 горбуши. Распорядиться хвостами иначе не позволяет закон. Операция Путина продлится до конца октября.